Стартапы, SMM, SEO, краудфандинг, 420 квадратных метров рабочего пространства в каворкинг-доме для фрилансеров, работающих на аутсорсинге. Что означают все эти слова, из которых пора создавать новый словарь в 21 веке, узнаем сегодня. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. У нас сегодня в гостях автор проекта каворкинг-центра Кирилл Юзов и его партнер по проекту Владимир Коплинский. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Давайте все-таки начнем с того, что расскажем нашим зрителям. Что это такое за странные слова? Что такое каворкинг? Почему ему нужен свой дом? И что там происходит? Каворкинг — это место, где любой фрилансер может прийти и арендовать рабочее место или поработать несколько дней. В рабочей атмосфере, пользуясь всеми нашими услугами. Интернетом, принтером, попивая чаек, смузи. Наверное, здесь я добавлю, что некое новое веяние, новое движение пошло, потому что, понятно, для России это немножко новое направление. Если мы посмотрим Европу и Северную Америку, то там они начали развиваться уже в районе 10-15 лет назад, то в России это где-то 5 лет назад получило развитие. И вот в Приморском крае сегодня появился, так сказать, дом. То есть это некое место, где позволяет людям развивать свой творческий потенциал, где позволяет генерировать какие-то идеи, находить единомышленников. И таким образом позволять этим идеям развиваться дальше, находить какое-то отражение, может быть, каких-то новых заказчиков, каких-то новых клиентов, либо искать новых партнеров. И тем самым на свет появляются новые продукты, новые приложения, ну и в принципе что-то создаваться новое. И вот это та площадка, которая позволяет новое. То есть давайте объясним тогда, если я хочу, например, поработать, создать какой-то свой проект, но у меня нет офиса, то я могу прийти в коворкинг-дом, на эту площадку, воспользоваться одним из залов. У вас же есть еще и залы для лекториев, какие-то презентационные комнаты. Но они вряд ли понадобятся, если нужно просто поработать. Рабочее пространство одно. Здесь вы совершенно правы, заметили, что если мы говорим о развитии малого бизнеса сегодня, на всех площадках об этом говорят, а в том числе мы видим, что молодые люди, некоторые очень легко и очень рискованно готовы войти в какие-то свои новые проекты, в том числе предпринимательства. И для этого им не нужно рисковать снимать офис, не нужно заморачиваться юридической поддержкой, договорами аренды, договорами с управляющими компаниями, с уборщиками, с какими-то телекоммуникационными службами, в том числе закупать мебель и технику. Им не нужно нести эти риски. Они могут, условно говоря, заплатил либо за один день, либо за месяц абонемент и тут же начать работать, тут же пришел и начать действовать какие-то свои проекты. Не получилось ничего страшного, если получилось, отлично, хорошо, нашел команду, в том числе для команды создал условия и так далее и тому подобное. Причем все это в среде единомышленника, то есть рядом же сидят такие же, как и ты, вы на одной волне помогаете друг другу при необходимости. Да, какие люди у вас там собираются? Я так понимаю, что это абсолютно разная аудитория, да, то есть это и люди, которые относятся к бизнесу, и представители IT-сферы, и какие-то творческие личности, абсолютно фотографы и журналисты, например. Так и есть, да. Очень много людей приходит, причем не только из России, то есть у нас много гостиниц недалеко, и иностранцы тоже приходят туда, чтобы поработать. Да, фотографы, дизайнеры, программисты, копирайтеры, журналисты, то есть вообще огромное количество людей творческих. В каком режиме вы работаете? Это круглосуточная работа? Пока нет необходимости, пока мы решили остановиться с 9, получается, до 12 ночи мы работаем по будням, и с 9, с 10 до 9 по выходным, вот. По мере, ну, как бы набивки, да, коворкинга, чем больше людей, когда мы поймем, что уже, короче, можно работать ночью, когда будет такой запрос, вот, мы подвинем наши временные рамки. Нет, ну, с другой стороны, понятно, что действительно Владивосток сегодня привлекательный город, в том числе для туризма. И, как Кирилл правильно сказал, что здесь не только есть люди, которые здесь проживают на территории Владивостока, но и люди, которые здесь по каким-то вопросам оказались. И в том числе либо по туристическим, либо по делам они могут прийти и тоже поработать, потому что это своеобразная такая атмосфера, где можно действительно найти какой-то единомышленник, либо ответы для своей идеи. Но что еще, какая, что дальше стоит за коворкингом? За коворкингом стоит создание, вот опять же, я повторюсь, да, какое-то создание новых идей, созидание идей и их дальнейшее развитие. То есть мы говорим о том, что те молодые стартапы, которые могут появляться здесь, они найдут свое отражение в жизни. И наша в том числе будет задача помочь этим новым идеям обрести жизнь, получить свое развитие в виде каких-то заказов, заказчиков, в том числе каких-то клиентов в виде мощных компаний, либо корпораций, либо каких-то отдельно взятых инвесторов, которые готовы будут эту идею взять. И тем самым помочь отдельно взятому там фрилансеру, либо стартаперу, либо просто молодому предпринимателю, который сидит, но не знает ее как отдать. Потому что на сегодняшний день есть у нас запрос как у местного мощного бизнеса, так и у есть специальные венчурные фонды, которые готовы инвестировать в идеи, которые готовы инвестировать в том числе большие деньги в инновации. Но проблема в том, что не всегда идея может быть доработана, не всегда идея может быть до конца продумана, до конца упакована. И вот в том числе и мы на себя понимаем, берем свою задачу следующую, что помочь этим ребятам эту идею действительно упаковать, сформулировать и донести ее уже до заключения. Но именно помощь в чем? Именно в предоставлении вот этой площадки, возможности? То есть не только в предоставлении площадки, но и потом непосредственно в оценке самой идеи, а помочь ее сформулировать именно в некую презентацию и донести ее уже до конечного, так сказать, заказчика, либо венчурного фонда, либо инвестора. То есть, грубо говоря, помимо стола, стульев, бесплатного интернета и кофе, вы еще и советы какие-то даете и наставляете? Да, конечно, да, можем, конечно. Ну, это Владимир просто далеко шагнул. На самом деле это уже следующий этап развития коворкинга, акселератор. Вот мы сейчас просто плавно к этому подходим. Вот, ну то есть, да, помимо аренды, помимо рабочего места человек может получить уже высококвалифицированную помощь, вот, ну на каких-то условиях. И, собственно, это поможет ему развивать свой проект. Ну, также мы планируем сделать перечень мероприятий, в том числе обучающих для резидентов, для участников, для тех, кто постоянно работает в коворкинге. И вообще, собственно говоря, для людей, которые хотят каким-то образом развивать себя и там создать новые идеи, серию мероприятий с хорошими спикерами, хорошими докладчиками на различные темы. Там и, с одной стороны, связанные с инновациями, с технологиями информационными, в том числе там и, пусть это будет и личностное какое-то развитие, и в том числе умение презентации делать. Ну, то есть, по всем аспектам, которые необходимы у человека для того, чтобы он рос, развивался, в том числе раскрывал свой творческий потенциал, мы планируем тоже серию мероприятий делать и постоянно ее каким-то образом обновлять. И здесь у нас есть, я думаю, хорошая сейчас волна идет в плане политических изменений, которые сегодня прошли в регионе. Она на самом деле показывает, что, на мой взгляд, это позитивный фактор, то, что сейчас меняется и политически, и экономически. Я думаю, что мы найдем точки соприкосновения. Плюс мы знаем, что как раз-то и в ДВФУ поменялось руководство, которое в том числе тоже будет отвечать за научно-технические инициативы. Я думаю, что мы тоже найдем точки соприкосновения, потому что Владивосток действительно является таким достаточно многогранным городом, у которого огромный потенциал. И здесь есть люди, которые готовы генерировать и генерируют очень хорошие идеи. И надо просто дать возможность их как-то реализовать, где-то подучить, где-то подсказать. И мы хотим благодаря этой площадке как раз-то вот такую атмосферу, культуру создать. Ну, ты еще про атмосферу именно во Владивостоке. Насколько здесь эта идея зашла, насколько она здесь понятна? Потому что многим не объяснишь, зачем платить деньги для того, чтобы прийти и поработать. Где-то, если это можно сделать дома, у тебя там такой же бесплатный интернет, диван мягкий и кофе. Знаете, вот со многими общаюсь и с коллегами, и товарищами, на самом деле дома работать невозможно. Дома сама атмосфера, она не дает работать. Потому что дома надо либо тогда одеться в рабочую какую-то одежду, и в том числе оборудовать какой-то угол, чтобы он был абсолютно рабочий. Потому что, еще раз повторюсь, сама атмосфера домашняя, она расслабляет, она не дает сконцентрироваться в любом случае. Поэтому, если человек хочет поработать, он, как правило, куда-то уезжает, вне дома. Поэтому атмосфера нужна другая. Плюс, еще, вот Кирилл правильно сказал, что там есть такие же люди, вовлеченные в идею. Возможно, опять же, повторюсь, да, это единомышленники, которые либо там по программному продукту могут что-то подсказать, какую-то, можно даже просто из беседы с ними на какую-то идею натолкнуться, либо что-то увидеть. Ну, то есть, такая, знаете, какая-то субкультура своеобразная. А мы продолжаем наш разговор о коворкинг-центре во Владивостоке. Владимир, я знаю, что вы отвечаете больше за коммуникации, скажем так. То есть, вы находите других каких-то партнеров, другие проекты, которые можно привлекать в коворкинг-дом. И также с администрацией договариваетесь. Вот очень интересно, насколько вообще власти поддерживают эту идею, или это все частная инициатива, скажем так. Здесь, безусловно, она должна быть, инициатива разная, и в том числе и со стороны бизнеса. Потому что, опять же, руководитель нашей страны сказал, что, обращаясь к различным госкорпорациям, он дал им сигнал, что им необходимо создавать свои собственные венчурные фонды, и им необходимо искать стартапы, в которые стоит финансировать, вкладывать, в инновационные. Это, во-первых. Что касается, и инвесторы, естественно, готовы. Ну, по крайней мере, побаиваются. Что касается власти, администрации, то, как вы знаете, у нас недавно произошли изменения. Поэтому со старой уже было сложно разговаривать. Возможно, на это были у них свои причины. Но, я повторюсь, на новую власть мы возлагаем надежды, потому что наверняка есть определенные задачи, которые были поставлены новому губернатору по развитию нашего региона. У региона потенциал есть огромный, и есть интересы у инвесторов, иностранных в том числе. И в том числе не только интересы, вы знаете, есть же и вызовы определенные, которые стоят не только перед регионом, но и перед страной. И если не отвечать этим вызовам, то могут быть последствия самые непредсказуемые. Поэтому я думаю, что мы в любом случае будем выстраивать, будем доносить нашу идею, в том числе и до власти всех уровней, в том числе и о поддержке. Потому что, безусловно, это будет помогать развитию предпринимательства. В любом случае это будет помогать развитию инвестиционной привлекательности региона. Безусловно, потому что там будут рождаться идеи, там будут рождаться проекты. И в свою очередь это потом принесет создание новых рабочих мест, опять же, здесь в регионе. И, безусловно, мы будем стараться донести до наших, скажем так, людей, которые отвечают за наш регион, эти все мысли. — Кирилл, а расскажите, как, может быть, коворкинг-центры развиваются в других регионах, например, в Москве, в Санкт-Петербурге? Или, может быть, вы можете привести какие-то примеры иностранных коворкингов? — Ну, вообще, пик развития коворкинга — это коливинг. Это все то же самое, короче, но только за стенкой стоят трехэтажные кроватки, и можно поработать, потом пойти поспать. Но нам еще до этого далеко. — В общежитии? — Ну, на самом деле, да. На самом деле, сейчас у нас в Москве, да, все то же самое, что и у нас в Владивостоке. То есть люди, кстати, приезжают из Москвы, и я спрашиваю, то есть, как вам вообще, расскажите там, плюсы-минусы. Вот, и, ну, то есть, короче, никто не говорит, что наш коворкинг хуже. Вот, это уже, как бы, я считаю, плюс. Вот, вообще, в Москве на базе коворкинга делают акселераторы, то, что мы тоже сейчас делаем потихоньку. Вот, и там проводят образовательные проекты. Ну, то есть, курсы, всякие там мероприятия, лекции, мастер-классы, воркшопы. Вот, нам с этим, ну, довольно тяжело, потому что мы тут, как бы, на отшибе, да, в Владивостоке, общаемся между собой, вот, и крупных проектов нету, да. Да, мало людей, которые могут донести какую-то, вот, прям, крутую мысль, да, до, до большинства. То есть, есть, там, программисты, дизайнеры, талантливые, да, но они не умеют говорить, ну, вот, как я, допустим, да. То есть, они могут, конечно, там, они что-то знают, у них прокачан скилл хорошо, они, там, крутые программисты, но, вот, прочитать лекцию по своей теме, да, они не могут. Вот, в Москве, как бы, эта проблема решена. Да, у нас есть барьер, это расстояние, да, большое, и нам тяжело просто привозить крутых ребят сюда, чтобы они, там, проводили какие-то мероприятия. Но я думаю, что потихоньку мы все равно прокачаем своих или как-нибудь будем привозить из Москвы, вот. Ну, как-то так, вот, по такому пути мы сейчас идем. Я просто добавлю, что наши партнеры, наши коллеги в Самаре, благодаря развитию, опять же, каворкингов, благодаря развитию, действительно, молодого научного предпринимательства в различных областях, смогли привлечь инвестиции в регион, в Самарскую область. Сегодня Самарская область по привлечению инвестиций, собственно говоря, конкурирует, ну, скажем так, она находится в тройке самых лучших субъектов федерации после Москвы, да, по привлечению инвестиций в Самарскую область. То есть, смогли привлечь только за счет новых идей 1 миллиард рублей. Ну, я думаю, что это хорошее начало и хороший сигнал, в том числе и для молодых предпринимателей, которые ищут, хотят и на что-то, скажем так, не хватает им где-то поддержки, и в том числе сигнал для наших властей о том, что действительно это направление, которое по всему миру получило развитие, и в нашей стране тоже получило лучшую практику и одобрение, в том числе инвестиции не только там российские, но и иностранные. В регион, если пройдет просто там порядка миллиарда рублей, которые в свою очередь аккумулируют еще дальнейшие денежные потоки, ну, я думаю, это хороший сигнал. А вот не произойдет ли какой-то перекос в аудитории? Я имею в виду, что люди, которые как раз-таки могут создать какую-то бизнес-идею, которые работают над стартапами и, соответственно, как вы сказали, могут привлечь какие-то инвестиции, они приходят делать проекты в коворкинг, но их меньшинство или их большинство. То есть не станут ли приходить люди, которые просто хотят поработать, вот все вот эти вот творческие личности, которые будут просто приходить и сидеть с ноутбуком и кофе? Не, нормально. В принципе, это здесь и рассматривается, что не только разная аудитория. И более того, большинство проектов, они же так и остаются проектами. Они не доходят до своего логического завершения, к сожалению, опять же, по разным причинам. Но, тем не менее, мы говорим о том, что готовы создавать условия для разной категории людей. То есть кто бы в чем бы себя не хотел реализовать, пожалуйста, там можем сесть, переговорить что-то, либо создать какую-то команду, либо с нашей помощью, либо, может быть, ребята сами там соберутся в какую-то команду и начнут культивировать. И, по крайней мере, мы видим практику положительную, которая получилась не только за рубежом, но уже и в России начала складываться. Поэтому мы уверены, что здесь она просто найдет свое развитие. На самом деле, от желающего просто поработать до владельца своего проекта один шаг. Он пришел в коворкинг, замотивировался, такой, вот, ребята получили 10 миллионов, нифига себе, пойду я тоже создавать свой проект. Так это работает. А сколько людей сейчас к вам приходит? Есть какая-то статистика посещений? Ну, у нас, допустим, 20 человек постоянно сидят. Это те, кто покупает абонементы. Так, извините, что значит постоянно сидят, чтобы сразу сидят? Это значит, что они каждый день приходят в коворкинг работы. С утра и до вечера у них? Ну, да, плюс-минус. Ну, плюс еще есть куча людей, которые приходят там разово, посещают. Поэтому, ну, я не могу точную цифру сказать. Ну, то есть, в среднем, где-то 50, да, может быть? Ну, где-то так. 50 в день? Да. Проходит через коворки. А есть ли разница в буднях, выходных? Нет? То есть, если я хочу прийти поработать, когда мне прийти, чтобы было свободное место? Есть кому-то удобно вечером, есть кому-то удобно днем, кому-то утром. Ну, то есть, кому как удобно. А принцип работы какой? То есть, я должна позвонить, например, и узнать, есть ли свободное место? Приезжаете, поднимаетесь, заходите, выбираете место, если оно у вас там не выкуплено. Есть разные там абонементы, и там есть абонемент, где, собственно говоря, стол будет только за вами числиться, либо, собственно говоря, вы выбираете просто свободное место и садитесь, и тут же приступаете к работе. Ну, а бывает, что нет свободных мест? Такого пока еще не было, свободные места всегда есть, и мы сейчас планируем еще наращивать, наращивать дополнительные, да? Ну, да. Кирилл, мне кажется, хочешь что-то еще? Я понял, что это редко. Ну, было, было, на самом деле. А, было? Да. Ну, это так, чисто исключение исправил. Просто набежали сразу все. Есть ли возможность, что в Владивостоке откроется еще какой-то второй каворкинг-центр? Насколько одного каворкинга может хватить на один город? Потому что в Москве он же не один, да, а у нас пока один. Ну, в любом случае, в любом случае, конкуренция, она даже если будет, ну, что-то вот, каворкинг, еще раз повторюсь, это же не просто там создал площадку и нагнал людей. Надо эту культуру поддерживать, надо эту атмосферу поддерживать, надо в нее вдыхать какую-то жизнь. И тогда это будет расти и развиваться. То есть это некий, ну, в хорошем смысле, это некий сад, где будут расти и плодоносить деревья. Ну, в хорошем смысле слова, которые действительно те плоды, которые будут приносить пользу не только людям, которые, ну, действительно, их эти идеи взращивают, а и другим многим-многим-многим людям и тем местам, где это все находится. Поэтому, даже если конкуренция будет, это она хорошо, потому что конкуренция, то что, она позволяет развиваться. Ну, мне кажется, на таких красивых словах об идеях, о дереве с идеями, скажем так, можно закончить наш разговор. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы пришли сегодня и рассказали о вашем каворкинге. Я надеюсь, что гостей вас будет все больше и больше. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продан. Увидимся на восьмом.